В этом видео мы продолжим и закончим обсуждение того, почему пророчества, а точнее апокалиптические предупреждения про разрушение Иерусалимского храма в трех синаптических Евангелиях, а также и сами Евангелия, были написаны задолго до действительного сожжения храма во время штурма Иерусалима римской армией в 70-м году нашей эры. А в следующих двух видео я объясню, почему я считаю, что Евангелие от Иоанна было самой ранней по времени написания книгой Нового Завета. Как я объяснил в моем прошлом видео, отрывки в трех синаптических Евангелиях про будущее разрушение храма – главный и практически единственный серьезный аргумент в пользу утверждения, что евангелисты якобы знали о событиях 70-го года, или по крайней мере о восстании 66-го года, с которого началась Иудейская война. И поэтому написали свои Евангелия позже этого времени. Давайте обсудим еще несколько фактов, которые указывают на то, что и пророчества про храм, и сами Евангелия были написаны задолго до 70-го года. Во-первых, меня удивляет то, что большинство ученых, похоже, считают, что предсказание катастрофических событий требует сверхъестественных способностей. Хотя мы все в нашей повседневной жизни постоянно слышим и произносим такие апокалиптические предупреждения и предсказания о поведении, которое мы считаем нежелательным. Мы предсказываем грипп и пневмонию тем, кто не носит теплую одежду зимой, финансовый крах тем, кто одалживает много денег, рак легких тем, кто много курит, и цирроз печени тем, кто много пьет. Политики и политологи всех времен и народов предвещают скорую гибель и разрушение странам, которые они считают врагами, такими словами, по сравнению с которыми даже пророк Еремия выглядит как оптимист в розовых очках. И некоторые из этих прогнозов, предупреждений и откровенных проклятий действительно сбываются. Так же, как сегодня, я могу предсказать, что в следующем году будут войны, болезни, метели, песчаные бури и умрет или погибнет более 50 миллионов человек, потому что все это происходит каждый год. Так почему же исследователи Нового Завета так скептически относятся к тому, что кто-то мог говорить о возможном разрушении храма задолго до того, как оно произошло? Насколько сложно предсказать бунт в городе, где бунты случаются постоянно? Вспомним, что самого Иисуса казнили, поскольку первосвященники Синодрион думали, что он собирался поднять восстание. Называемого обычным разбойником Варавву, которого Пилат отпустил вместо Иисуса, Евангелие от Марка 15.7 прямо называет участником мятежа. Возможно, Варавва был известным лидером вооруженного сопротивления против Рима или Синодриона, и поэтому его друзья и последователи в толпе в Иерусалиме так стремились его освободить. И насколько трудно предсказать, что римская армия войдет в Иерусалим и жестоко подавит будущий бунт, когда она уже находится в Иерусалиме, возглавляемая римскими префектами, как Понти и Пилат, или прокураторами, как Антони и Феликс, или порцией Фест, периодически намеренно или нечаянно провоцирующими иерусалимскую толпу и жестоко подавляющими возникающие беспорядки. Любой разумный человек во времена Иисуса мог сказать жителям Иерусалима, однажды вас спровоцируют на начало крупного восстания, а затем вместо римского префекта и нескольких скромных когорт придет проконсул с десятком легионов и разрушит город и храм. Во-вторых, пророчества о разрушении храма или Иерусалима, или о рассеянии целого народа, или даже о потоплении большей части человечества за грехи, не должны звучать оригинально и неожиданно для любого, кто читал Ветхий Завет. Иисус был далеко не первым пророком, заявлявшим, что храм будет разрушен. Вы можете сами прочитать седьмую главу Иеремии с пророчествами о разрушении вавилонянами первого храма, от самого начала, где Ягве упрекает людей за их грехи, и до кульминации в стихах от 11 до 15, в которых он говорит про Иерусалимский храм, называя его своим домом. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, говорит Господь. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сей, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с селомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших». Если это могло быть написано в VI веке до н.э., то и подобные пророческие предупреждения о разрушении храма, которые вы читаете в синаптических евангелиях, могли быть написаны задолго до 70-го года. В-третьих, люди склонны предсказывать несчастье и даже гибель своим противникам, и тогда предполагаемые пророчества становятся больше похожими на проклятие. Иисус изгнал Менял из храма, процитировав Иеремию 7.11, и заявив, что храм был превращен в логово разбойников, а затем был приговорен к смертной казни Синандрионом. Ранняя христианская община была отвергнута и гонима иудейскими властями. Например, в главе 7 Деяния апостолов описывается убийство Синандрионом святого Стефана, первого христианского мученика. Апостолу Павлу удалось убедить новообращенных язычников и многих христиан-евреев, что Ветхий Завет с Богом действительно устарел и был заменен Иисусом на Новый Завет, и что им больше не нужно следовать закону, что Новый Храм – это Христос и даже наши собственные тела. В первом послании Коринфянам глава 3 стихи 16-17 сказано «Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог, ибо Храм Божий свят, а этот Храм – вы». Таким образом, у христиан со времен Иисуса до времен Павла исчезали основания любить Храм и появлялись причины не любить связанные с ним религиозные власти – первосвященника, Синандрион, Саддукеев и т.д. и произносить пророчества или проклятия об их скором уничтожении. И христиане были не единственными. Кумранская община Исеев, фаталистическая, апокалиптическая, радикальная иудейская секта, поведение которой было похоже на описанную в Евангелиях деятельность Иоанна Крестителя, также выступала против властей храма, но с ультраконсервативных позиций. Пророчества Исеев о конце света трагически исполнились в их собственной жизни, когда римский легион уничтожил всю их общину в 68-м году во время Иудейской войны. Партия фарисеев, с другой стороны, не была настроена против самого храма, но имела серьезные разногласия и конфликты с саддукеями, которые представляли интересы храмовых архиереев. Кроме того, даже через полвека после его смерти в народе сохранялась враждебность к царю Ироду Великому, который в Евангелии от Матфея 2.16 изображен параноиком детоубийцей. Ирод был сыном римского правителя Иудеи Антипатра, уроженца Идумеи, семья которого во время детства Антипатра была вынуждена принять иудаизм, и которого, согласно древностям Иосифа Флавия, книга 14, глава 8.5, назначил прокуратором Иудеи сам Юлий Цезарь. И эта враждебность к Ироду, которого многие считали иностранным ставленником и нелегитимным царем, несомненно повлияла на негативное отношение ко второму храму, восстановленному и перестроенному по его приказу. Заметим также, что сами Евангелия рассказывают о том, что враги Иисуса воспринимали его слова о храме не как отдаленное пророчество, а как прямую угрозу, заслуживающую наказание. Например, в Евангелии от Марка, глава 14, стихи 57-58, во время суда над Иисусом. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Таким образом, конфликт между последователями Иисуса и иудейскими властями, существовавший во времена Иисуса и приведший к его смерти, вероятнее всего, был основной причиной как самих слов Иисуса о разрушении храма, даже если это была метафора или предупреждение в стиле древних пророков, так и того, как эти слова были истолкованы как врагами Иисуса, так и авторами Евангелий. И сами слова Иисуса и их различные интерпретации его врагами и друзьями вполне естественны, если понимать весь накал страстей вокруг храма в Иудее начала и середины первого века. И только чрезмерно скептически настроенные современные ученые ошибочно полагают, что эти слова являются поздней подделкой конца века. Вероятнее всего, учитывая важность храма, Иисус за годы его проповеднической деятельности и говорил о его возможном разрушении, как в синаптических евангелиях, и использовал разрушение храма в качестве метафоры, как упоминается в Евангелии от Иоанна. В-четвертых, давайте рассмотрим еще один известный пример, якобы предсказание событий 70-го года. В Евангелии от Луки, глава 23, стихи 28-31 сказано. Иисус же, обратившись к ним, сказал, Дещери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы неродившие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет. Мне трудно представить, чтобы кто-то, писавший после 70-го года, мог придумать и сформулировать таким образом якобы мнимое предсказание о грядущем разрушении Иерусалима, которое сбылось через 37 лет после того, как оно было произнесено. Как минимум, тогда следовало заменить «плачьте о себе» на «плачьте о будущих поколениях ваших детей и внуков». Учитывая продолжительность жизни в Древнем мире, подавляющее большинство тех женщин, которые услышали это, и даже большинство их детей, были уже мертвы ко времени бедствия, которых они должны были плакать, по мнению современных ученых. Опять же, нет никаких оснований предполагать, что Иисус имел в виду разрушение Иерусалима времен Иудейской войны. Он, по сути, сказал, что если Синодрион и римляне совершают против него такую варварскую несправедливость, то чего хорошего могут ожидать женщины, оплакивающие его в их собственной жизни? А в Евангелии от Матфея 23.36, как часть пророчества о судьбе Иерусалима, говорится «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Где греческое слово «енеа», переведенное здесь непонятным словом «род», лучше перевести как «поколение». Опять же, людей, которые сражались и потерпели поражение от римлян в 70-м году н.э., вряд ли можно считать одним поколением с теми взрослыми, кому были сказаны эти слова почти за 40 лет до этого. Большинство из них тогда еще даже не родились. Если бы евангелисты действительно имели в виду 70-й год и писали это после разрушения храма, как предполагают скептики, они бы не стали выдумывать такое несоответствие. В-пятых, если авторы Евангелий знали о фактическом разрушении храма, то почему они сразу же после описания предсказаний не рассказали читателям, как они сбылись, и тем самым доказали правоту Иисуса и его учения? Критики утверждают, что это было самоочевидно, но, во-первых, даже если и так, когда мы высказываем наши аргументы по некоему вопросу, они нам самим часто кажутся очевидными, но при этом не являются очевидными для других людей, иначе все и так уже были бы с нами согласны. Во-вторых, подробности разрушения Иерусалима и храма вряд ли могли быть известны обычному грекоязычному жителю Римской империи, который мог читать по-гречески Евангелие и Септуагинту, то есть греческий перевод Ветхого Завета, но, вероятнее всего, не знал ни еврит, ни арамейский язык, никогда не бывал в Иудее и Иерусалиме и смутно представлял себе, как они выглядят и что там происходит. При всем нашем доступе к информации, от книг до интернета, многие ли современные христиане знают такие подробности Иудейской войны, как разрушение второго храма огнем или то, что большинство христиан, а возможно и практически все, ушли в Пеллу задолго до осады Иерусалима, а Синедрион и Саддукеи, преследовавшие Иисуса, погибли вместе с Иерусалимом и храмом. Представьте, какой символический смысл могли извлечь евангелисты из этих фактов, насколько естественно они вписывались в концепции зарождающегося христианства как нового иудаизма после пришествия Мессии и поклонения Богу через Христа, заменяющего поклонение ему в храме. И если авторов Евангелии огорчало разрушение храма, то опять же упоминание об этом событии не подразумевало, что они обязаны были злорадствовать по этому поводу. Они могли бы написать что-нибудь в том смысле, что если бы книжники, архиереи и весь народ приняли учение Иисуса, то все закончилось бы хорошо и Иерусалим и храм не были бы разрушены. Но по какой причине евангелисты могли вообще не упоминать о разрушении храма как о свершившемся факте? Я думаю только по одной причине. Они не знали об этом, поскольку все четыре евангелия были написаны задолго до 70-го года. В-шестых, если читать четыре евангелия без предубеждений, они выглядят как воспоминания о событиях, закончившихся в год смерти Иисуса, то есть вероятнее всего в 33-м году, записанные либо очевидцем, как в случае с Иоанном, либо теми, кто знал очевидцев событий. Поэтому наше первое и очевидное предположение должно состоять в том, что эти тексты были написаны с середины 30-х годов до 2-3 десятилетий спустя, пока человеческая память не начала угасать, кто бы эти воспоминания не записывал. Если предположить, что Иисус умер в 33-м году, то до 62-го года нашего раннего потолка датировки уже прошло 29 лет. Но даже это большинству ученых не нравится, и они хотят отодвинуть время создания Евангелий еще на несколько десятилетий позже. Представьте себе, что кто-то просит вас подробно написать о событиях, произошедших 20-30 лет назад, с именами, географическими деталями, мнениями участников и даже хотя бы примерными диалогами между ними. Насколько хорошо вы бы справились, не используя никаких заметок? Сегодня 2024 год. Попробуйте написать книгу о том, с кем вы общались, где были, что думали и говорили примерно 30 лет назад, с 92-го по 95-й год. И это, по мнению ученых, была бы слишком ранняя датировка. Так имеет ли смысл предполагать, что люди впервые начали записывать детали евангельских событий только в 70-е или 80-е годы, через 40 или 50 лет после смерти Иисуса? И зачем им было ждать так долго? Да, грамотность в древнем мире была намного ниже, чем сегодня. Но мы знаем, что сам Иисус умел читать, и некоторые из его учеников умели читать и писать, как и ученики его учеников. Насколько вероятно, что все последователи Иисуса ждали 40 лет, чтобы начать записывать информацию о поступках и словах Иисуса и апостолов, которая потом оформилась в нашей Евангелии? Даже маленькие дети, включая меня 40 лет назад, пишут рассказы о своих путешествиях или ведут дневники. А здесь мы должны поверить, что все грамотные последователи Иисуса, которых его жизнь и учения интересовали настолько, что они были готовы буквально за него умереть, в то же время не считали все это достаточно интересным, чтобы об этом написать хотя бы личные заметки. Как и в случае с деяниями, если бы четыре Евангелия были найдены сегодня, без религиозных или академических предубеждений, датировать их ранее, 62-го года, от середины 30-х до конца 50-х годов, было бы наиболее естественной точкой зрения. И мы требовали бы убедительных доказательств от любого, кто выдвигал бы теории, которые сегодня принимаются как господствующее мнение. В-седьмых, существует психологическое объяснение позднего происхождения Евангелий, состоящее в том, что апостолы были якобы настолько убеждены в скором наступлении конца света, что просто сидели, ждали и не начинали ничего писать до тех пор, пока разрушение храма не показало, что второе пришествие откладывается. Но эта точка зрения проблематична по трем причинам. Во-первых, апостолы провели свою жизнь не в пассивном ожидании конца света, а объезжая Римскую империю с проповедью Евангелия. Да, большинство из них, вероятно, были неграмотными, как и подавляющее большинство людей в древнем мире. Но тем, кто были грамотными, наверняка было удобно записать истории, которые они рассказывали людям об Иисусе, по крайней мере в качестве напоминания для себя или своих грамотных новообращенных. Никто не мог быть уверен, сколько дней, месяцев или лет осталось до конца света, и до этого момента люди жили своей обычной жизнью. Во-вторых, грамотные ученики апостолов, скорее всего, записывали то, что слышали от людей, лично знавших Иисуса, чтобы запомнить, что проповедовать об Иисусе других, точно так же, как студенты сегодня пишут конспекты лекций. Возможно, именно так появились три из четырех Евангелий. В-третьих, самое раннее из имеющихся у нас посланий Павла, первое послание к писалоникийцам, было написано около 49-го года. Вероятно, многие послания Павла были утеряны, и некоторые из них были написаны еще раньше. Но если Павел начал писать в 40-х годах, и его письма были настолько популярны, что их копировали и сохранили до сегодняшнего дня, то апостолы и их грамотные ученики, читая послания Павла, могли своими глазами увидеть преимущество записи своих воспоминаний подобным же образом. Даже сегодня мы читаем Евангелие и Послание, как один и тот же Новый Завет. И если вы спросите, по каким причинам люди могли писать Евангелие в 40-х годах, я отвечу, по тем же причинам, по каким миссионеры вроде апостола Павла писали послания. Похоже, что люди, которые отодвигают датировку Евангелий как можно позже, обычно относятся к ним наиболее критично, поскольку чем позже были написаны Евангелия, тем менее они надежны, как первоисточники информации о жизни Иисуса. И наоборот, люди, считающие, что каждое слово Библии является правдой, обычно предпочитают ранние датировки. Лично я всегда занимаю философскую позицию и просто следую доказательствам, куда бы они ни вели. Как я объяснил в моем первом видео, есть много очень веских причин полагать, что Деяния апостолов были закончены примерно в 62-м году нашей эры, через два года после того, как апостол Павел прибыл в Рим. И нет ни одной реальной причины в этом сомневаться. А это означает, что Евангелие от Луки, которое является первой частью той же книги, что и Деяния, также было написано до 62-го года. Евангелие от Марка использовалось и Лукой, и Матфеем, и таким образом должно быть самым ранним синаптическим Евангелием. А Евангелие от Матфея настолько похоже на Евангелие от Луки, что весьма маловероятно, чтобы драматичные события 60-х годов могли разделять два Евангелия и не оставить следа на более позднем из них, сделав его гораздо более отличающимся от всех предыдущих. Кроме того, некоторые ученые полагают, что Лука читал Евангелие от Матфея, поскольку находят у Луки аналогичные отрывки с явными улучшениями по сравнению с Матфеем. Таким образом, если Деяния были закончены в 62-м году нашей эры, то Евангелие от Луки и Марка точно, а Евангелие от Матфея наиболее вероятно, были написаны до этой даты. И в моем следующем видео я буду использовать этот материал для обсуждения датировки Евангелия от Иоанна.